Я москвич, ищу добрую, интеллигентную девушку, разделяющую мои интересы, с которой мы будем вместе строить нашу любовь. А помогут мне в этом Вячеслав и Валерия. Вадим, 43 года. Вадим признаётся, что женился без любви, и поэтому, прожив 5 месяцев в браке, он развёлся. Вадим владелец интернет-магазина по продаже бигуди. Увлекается психологией, любит путешествовать, играет в футбол, ходит в походы и поёт под гитару. Гордится своей успешной карьерой и мечтает купить остров в Индийском океане. Вадиму не нравятся конфликтные карьеристки. Женится на доброй девушке из интеллигентной семьи, которая родит ему детей. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы снова рады вас видеть у нас на программе. Здравствуйте. Мне тоже очень приятно быть у вас на программе. Кстати, сразу хочу, это вам, Роза, вы просили бигуди, в прошлый раз. Ой, да, только мне, а девчонкам нет, да? Они не просили. Вот так вот. А как только один подарок? Подкупает, подкупает Розу Селита. Не, так нельзя. Ну, в принципе, первые выводы о вас мы уже сделали. Ладно, ладно, я за вас буду, не волнуйтесь. Спасибо, Роза. Вы были у нас на программе и не вышли к девушке, которая вас выбрала. Да. По меньшей мере, это странно. Для нас это бывает редко, бывает, но никогда не приходилось общаться после с женихами, чтобы вы объяснили причину. Девушка была не моего типа, и, как мне показалось, у нее были больше меркантильные интересы. То есть вы побоялись, что она будет всю жизнь ходить кудрявая? Я не побоялся, просто я просто понял, что... Будет пользоваться на шару вашими бигуди, да? То, что был интерес не ко мне как к личности, а к тем финансам, которые я получаю. А много финансов-то? И после него стал сразу задумываться о том, кто я, что я, как вы строите отношения. Ладно, Вадим в 37 лет женился, а до 37 лет не задумывался, кто я, что я, зачем. В 39 лет только. Вы были невинны до 39 лет? Скажем так, я всегда считал, что я умею строить отношения с девушками, и особого значения этому не придавал. Не очень-то вам это было нужно. Что? Отношения? Отношения. И вот однажды вы познакомились с девушкой, почти сразу ее познакомили со своей семьей. Кстати, кто в семье был? Мама? Кто еще? Ну, у меня родители в разводе. То есть вас женщины воспитывали, да? Да. В женской коллективе? Да, мама, сестра у меня. Мама, сестра. И вот вы привели девушку к себе. Да, она познакомилась с моей мамой, с моей сестрой, познакомилась с моими друзьями. Создала такую атмосферу, в которой я в итоге принял такой выбор, что... Ну, конечно, привычная жизнь. Вы просыпаетесь. Вам что? А сестра говорит, тебе, любимый братик, сырнички, а мама говорит, а может быть, блинчики? Весь такой любимый, глазки голубые, зубки, бла-бла-бла. Ну, интересные достаточно. Внешние интересные. И с первого взгляда, да, именно в твоем вкусе. Вдруг приходит чужой человек в дом, который тоже требуется внимания. И она говорит... Она после свадьбы говорит, а до свадьбы-то как раз, а может быть, еще к блинчикам, к сырникам. А мама-то счастлива. Сын до сорока не женился. Мама просто боготворила, наверное, невестку. Мало того, жена очаровала и сестру, и маму. Злые вы девочки. Почему злые? Я абсолютно серьезно. И я абсолютно серьезно. Мама, у которой сын не женился почти до сорока лет, она должна молиться просто на каждую вошедшую в дом женщину. А потому что она наоборот не хочет отдавать. Мам не знаешь, потому что у нее сорок лет для нее водюшечка. А он с мамой жил? Наверное, с мамой. Ну, так и что там рассказывать? Вы все с вами рассказали уже. Так оно все и было. Ну, так и жили бы, господи богу. Он же женился на старости лет. До свадьбы у нас были... Мы отлично с ней беседовали, отлично с ней обсуждали все. То есть не было никаких ни конфликтов, ни проблем не было. Сколько ей было лет? Ей 34 было тогда. Детей не было? Детей не было. И, а после свадьбы у нее было свое представление о том, какая должна быть семейная жизнь. Какая? То есть я буду с ней время проводить. Это будет романтика, это будут свидания, романтические вечера. Да. В семье? Да, в семье. В принципе, процентов 99 и 9 десятых женщин так хотят. Мало того, так должно быть. А? Я был не против этого всего. Ну, помимо этого, нужно и деньги зарабатывать, нужно ремонт в квартире делать, нужно бытовые какие-то вопросы решать. Машины... С маме, с сестрой помогать. Ну, это уже да. И сочетать то и другое было почти нереально. Может быть, пораньше нужно было встать, позднее чуть-чуть лечь? Ну, так оно и было. И переключить внимание из себя прекрасного на свою жену? А она-то что делала-то ради того, чтобы раньше встать, вон, и переключить внимание? Она его женила на себе. Ты что, ты представляешь, какая затрата и какой подвиг? Конечно. Да, извините, пожалуйста, можно я добавлю? Можно. Я сестра Вадима, двоюродная. А, ой, какая какая. Я не родная, да, не та самая, которая ему сырники с утра готовит. Вот, но мы тоже очень-очень активно общаемся. И я знаю Вадима как очень-очень заботливого человека. И я уверена, что он вот все силы, которые только возможно приложить, он прикладывал. Но на подготовку свиданий тратится очень много времени. А денег-то сколько на это уходит? А денег сколько уходит? А зачем это нужно? А, кстати, большинство мужчин, вот девушки, никак не могут понять, почему это они отказывают. Почему на жениха отказался? Одна версия у меня есть. Знаете, какая вещь затратная? И чаще всего отношения заканчиваются так и не начавшись, из-за того, что деньги кончились. Да, спасибо, Роза. А мотивации-то нету. Вот, у женщин-то уже здесь, забегу. Бегуди, забегуди, продалась ты, Роза. Ничего не продалась. И всем он теперь будет хорош тебе. Да, да, да. Вадим, а вот скажите откровенно, вы все-таки до 39 лет жили без супруги. Может быть, брак вас разочаровал в принципе? Может быть, женившись, вы поняли, что и не очень-то хотелось, не очень-то было нужно, что это некомфортная для вас форма существования. Может быть, так? Все-таки не привык? Не совсем так. Я действительно никогда не жил в браке, поэтому для меня вот форма отношений именно в браке была нова. Я не был готов тогда к этому, конечно. Ребенка хотели? Ребенка, конечно, я хотел. А она? Супруга тоже хотела ребенка, но она не могла. Там она очень болезненная была, как оказалось, потом девушка. Она еще и больная была там. Да, то есть ей нужно было сделать операцию, чтобы... А у нее был опыт совместной жизни? Нет, не было. Не было. И вообще мы к браку подходили очень серьезно. Она верующий человек, я верующий человек. То есть мы считали, что это будет на всю жизнь. Послушайте, ну в суете не надо. Да ладно вам, верующие бы терпели. А вы это? И друг к другу бы привыкали, я не знаю, подстраивались бы друг под друга. Представляешь, они так осознанно подходили к браку, готовились, давали клятву верности. Оберегать друг друга и в горести, и в радости. Там ситуация была такая, что... А брак венчанный был? Да, был венчанный. Что конфликты, и эти конфликты стали в скандалы, и уже стало сказываться на здоровье. Хорошо, вот самые главные три претензии ее к вам. Мало времени уделяю, недостаточно романтичен. Ну подсказывала бы, сказали, ну конечно не романтичен, потому что я знать не знаю, что это такое. Потому что я не была никогда жената, у меня никогда не было постоянной женщины. Научи, подскажи. Ну нужно... Она подсказывала, я слушал, но она говорила так, у тебя как-то неестественно получается. А, она еще и режиссировала. А вы актер плохой. Ну получается так. Хорошо, ладно, Вадим, бульон поросло все. 43 года. Вы уже должны понимать, да, что есть какие-то объективные причины для того, чтобы не мечтать о заоблачном, чтобы не выглядеть смешным. Вот о чем вы сегодня мечтаете, реальном, что можно воплотить, успеть воплотить в супружеской жизни? Ну конечно, я хочу детей. Сколько? Троих. Лучше больше. Начинается. Мечтатель. Еще что? Я мечтаю о том, чтобы у нас были гармоничные отношения и чтобы мы жили вместе, в романтическом месте. Вот я хочу купить остров в Индийском океане, чтобы удаленно работать. И мы жили вместе, наслаждались друг другом, наслаждались прекрасной погодой, прекрасной атмосферой. А дети? Трое. Дети с нами будут. На острове? То есть няньки. Будут няньки, конечно. Да, учителя, воспитатели. Все на острове. Да, да, все это будет. Вы не отказались с тремя детьми на острове и с няней. Вторая прекрасная мечта. И третья? Я очень трепетно отношусь к нашей системе образования, обучения. Мне не нравится то, что происходит у нас сейчас в стране. Я хочу сделать пансион на этом острове, чтобы там воспитывались люди, воспитывались мальдивы. А на острове, чтобы было открыто пансион. Да, да, что-то было рядом. Вадим, а я вот тут в интернете-то посмотрела, справки-то навела. А вы знаете, что, например, один из мальдивских остров стоит 18 миллионов долларов? Там цены разные. Это можно купить за несколько сот тысяч долларов остров. Ну, в принципе, то, что мне интересно, это стоит, ну, 3-4 миллиона. А вот вы сами как себе отвечаете на вопрос, это фантазия? Либо вы просчитали и составили свой какой-то четкий план по реализации этой мечты? Да, есть план. Конечно. При этом, вы понимаете, да, что следующая жена также будет требовательна к вопросу времени, проведенного вместе с вами. Она тоже будет требовать от вас внимания. Мало того, дети, которые будут рождаться, их тоже нельзя бросить исключительно на нянек. И на учителей. Поэтому пока все то, что вы перечислили, это, конечно, прекрасно. Я вам желаю, чтобы все это сбылось. Но... Я еще не такую девушку, с которой мы вместе будем выстраивать отношения. Богатая тогда нужна. Не обязательно богатая, это не так важно. Главное, чтобы характер был мягкий. Главное, чтобы она была молодая, чтобы успеть родить троих-то. Да. Что насчет возраста? Ну, я говорил, что возраст от 25 до 35. А как вы считаете, женщина от 35 может родить троих и более детей? Может. Троих может. Нет, троих может успеть, только быстро. Да, троих детей. Хочу остров, хочу... Я хочу луну, ну... Ну, вот есть что-то, да, что остается... Много желаний. Да, много... Реализации как-то, как они увидели. А если будет девушка уже с детьми от предыдущих браков, ну, тогда уж школу открывать, тогда она и будет хорошо. Хорошо, ладно, все, мы поняли, давайте девочке что-то уже советовать. Ну, вот что мне нравится в Вадиме, это то, что он воплощает в жизнь очень правильную формулу, что брак – это расчет успешной совместной жизни. И, кстати, расчет этот надо воплощать еще до свадьбы. Поэтому вот моя сегодня задача будет, ну, раз у нас тут остров, на 2-3 миллиона. Ну, я буду богатую искать. Ну, что вы, стартовый капитал нужен, а то сил не хватит. Может быть, стоит все-таки, ну, так грезить по ночам, если бессонница вот о таком острове, о школе и так далее. А самому маленькими шажками просто найти женщину по себе, вот свою, не очень молодой. Что вы с ней будете делать? Молодой нужен молодой мужчина или уже не мечтатель, а тот, кто это все имеет. И острова, и эти школы. Потому что женщины, в основном, люди очень практичные, особенно если они взрослые. И им уже нужно потрогать, пощупать и увидеть. Боюсь, что за вашей мечтой они, как за звездой кочевой, не пойдут. Ох, тяжелая эта работа из болота тащить козерога. Особенно если этот козерог такой укоренен, если болото холостяцкое уже, мне кажется, засосало совсем настолько, что даже будучи выбранным на программе, за ней не выходит. Еще и Луна в Тельце, и комплекс Гуру, восходящий Юпитер. Я боюсь, что с таким набором джентльменским мы вас сможем женить только году к 2019. Вообще, не шутка, если вы к 2019 году не женитесь, не женитесь уже никогда. Времени вроде бы еще много, но если мы вас сейчас не подтолкнем и не раскачаем совместными усилиями втроем, то я думаю, что только через пару лет вы какой-нибудь романчик замутите, и то еще непонятно, что из этого выйдет. То есть, в общем, я могу сейчас констатировать, перед нами крайне тяжелый случай. Человек, который в принципе не нуждается в том, чтобы жениться по-настоящему, и не хочет этого по-настоящему. Но зачем-то приходит в программу, вероятно, какая-то мысль все-таки в душе есть. Вот есть такая надежда, что все-таки может быть случиться чудо. Мне кажется, что эта надежда, это и есть такая искра начать жить, как другие люди. Вы где-то глубоко внутри этого хотите, хотя ваша собственная философия внутри заставляет отказываться от всего новых и новых вариантов. Вот сегодня, пожалуйста, не отказывайте. Вася, а я вот по лицу читаю Вадима, типа, говорите, говорите, дурочки. Я же лучше вас узнаю. Именно этого я и боюсь. Но я надеюсь, что Вадим пришел к нам второй раз в программу. Я буду очень благодарен, если вы мне поможете. Длант, девчонки в накладе. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обращения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Вадим. Встречайте первую невесту. Тоже бигуди. Бигуди. Сегодня все увезут домой коробку бигуди. Может, и нам перепадет. Здравствуйте, эстерина. Здравствуйте. С кем вы? Я пришла с сестрой Лиза. Родная? Да. Давай-ка вас посмотрим. Эстель. 28 лет. Раньше работала няней, сейчас специалист в банке. Любит познавать мир, посещает святые места, много читает, ходит в театр и пишет письма от руки. Мечтает влюбиться и быть любимой. Эстель пришла в программу «Давай поженимся», чтобы разобраться в себе и понять, почему ей не везет в любви. Надеется, что Вадим поможет осуществить ее мечту. 28 лет. Почему не замужем до сих пор? Я в 18 лет, я повстречала человека, казалось, идеалом для себя. Я думала, что это, я сделаю все для него, я стану самой лучшей женой. После я узнала, что он греется со всеми другими мечтами. Какими мечтами? Он мечтал уехать за границу. В Америку? Да. И его мечта сбылась. Он благополучно уехал. А вы бы уехали за ним? Конечно, если бы позвал, тогда да. А вот за Вадимом, если все сложите, поедете? На остров. Ай, если сможет уговорить. Деток хотите? Да, очень. Сколько? Минимум двое. А не боитесь, что мужчины с возрастом-то с этим может быть? Ну, я думаю, вы-то знаете, что... Знаем. Вадим, мне кажется, что от стыда покраснение там. Почему? Годи сидит и за годи. А что бы вы хотели? Знаете, иногда мужчинам даже зачастую нужно объяснять, чего вы хотели. Бы? Я бы хотела, вот знаете... Поступков. Да, поступков. Может быть, их. Вот я очень люблю профессии летчики и врачи. Вот эти качества, которые меня обладают, я бы хотела, чтобы были в моем мужчине. Это мужественность, это ответственность взять за другого человека. Когда зарплата маленькая, Эстель. Ну, совершенно не обязательно, кстати, ни у летчиков, ни у врачей сейчас проблем не бывает с деньгами, если они пытаются работать. Хорошо, Эстель, а что вас, вот как мужчина, должен сделать вас счастливой? Вот он должен смотреть... Мы должны смотреть в одну сторону. Ой, прекратите, он тоже смотрит куда-то непонятно, уже 43 года куда-то смотрит. Они как... Похоже, не в ту сторону. Не, ну чисто, вот вы хотите, чтобы мужчина осязаемо, да, предложение делал, кольцо подарил, обнял, поцеловал, в ресторан отвел. Ну, какие-то глаголы давайте. Хотелось, чтобы он нам не только говорил, но и своими поступками. А как вам кажется, вот перед вами сидит Вадим, 43 года, очень многое обещает, вы девушка целомудренная, а такой, как вы, только мечтает, в 28 лет... А почему тогда и не замужем, скажите мне? Потому что вы не захотели, вот у меня тоже, я задаюсь этим вопросом, где ваше живое чувство? Как можно до 28 лет не заводить отношения? Неужели вы холодная женщина? Тут дело даже не в том, чтобы выйти замуж. А что, кому угодно, что ли? А где их взять? Почему кому угодно? Вот если тотально, вот просто нет этих... Она их что, будет за руку в метро хватает? Есть вокруг мужчины. Ну, не нужно говорить, мы же не в пустыне живем. Нет, я согласна с вами, Лариса, потому что действительно не встречается. Вы не поверите. Как будто ей дают состояние, она не берет его, девчонки, ну, послушайте, не всем везет. Роза. А можно мне добавить? Да. А мне вот кажется, вот я вижу, Эстель, такая милая девушка, такая хорошая, мне кажется, что просто неправильная позиция, потому что мужчины, они скорее любят давать что-то женщине, а вот Эстель, она наоборот готова дать что-то мужчине. Я же вам сказал, что мужчины прямо так разбегаются давать, девушка достаточно интересная, да, вот как-то. Девушка, да, интересно. Почему ей до 28 лет не встретилась как тот мужчина? Да. Вот если вы меня послушаете просто, мне кажется, что первый шаг будет, вот как это ни странно, знаешь, все идет от физики, да, мы сначала начинаем действовать. Постригитесь, уберите челку с лица. Да. Откройте лицо, откройтесь вся для мира. Вы выглядите несовременно. Вот сейчас можете убрать челку? Ну, естественно, так лучше. Лицо будет дышать. Вот первое, что ты делаешь. Вы на дискотеке ходите, в клубы ходите? Дело в том, что уже отошла от этого. Мне интересно. Понимаете, вы сегодня, надели вот такую вот маечку молодежную и думаете, что вы молодая. Вы выглядите как женщина, которая уже 49, понимаете? То есть ей больше, но она рассказывает, что ей 49, у нее уже внуки. Будьте современной девчонкой, потому что для ровесников вы какая-то тетя. А для таких, как Вадим, они что же эротоманы страстные, им тоже хочется девчачьего чего-то. Вот сделайте вот эти вот первые шажочки, ладно? Тут косица, прекрасные волосы. Ну, поработайте над собой. Я постараюсь. И есть интернет. Знакомьтесь, выбирайте. Только не вляпайтесь в какую-нибудь историю. Отправьте, вы же писать любите, только по интернету. Любовное письмо, но безадресное. Ну, свой оставьте. Вам, конечно, не нужно на работе. Вот, Истель, пройдите, пожалуйста, на сцену, на одну минуту. Поверьте, от всей души, вот просто от всего сердца. Вот я ношу длинные юбки, да, потому что я уже тетя Мотя. Вот приподнимите юбку. Правильно, там еще одна юбка, а третья нет. А потом еще штанишки и панталоны от бабушки. Вот приподнимите. Вы посмотрите, посмотрите, какие ноги. Уберите челку с Айдоса. Снимите пиджак, оголите руки, покажите. Я думала, передача несколько иная. Ну, вы классные же, посмотрите. Мы сразу минут 10 лет, согласитесь. А то пришла девушка в подсобрание. Показывайте сюрприз. Откуда там музыка? Это с мультика. По-моему, с мультика, который на маечке. На маечке, да, да, да. Спасибо, солнечные девочки. Проходите в свою комнату. Как все сказали. Такие мы волосы. Господи, прямо вот такое ощущение здоровья, чистоты, чего-то натурального. Просто у меня поднялось настроение. Девушка очень позитивная. Видно, что от нее прям такая энергетика идет, классная. И действительно, наверное, она не для современного общества. Вот 18-19 века. Да перестаньте. Она и в 18-19 была несовременна. Была. Что вы скажете? Ну, я все-таки, вот у меня своя точка зрения. Мне кажется, что у нее неправильная позиция. Потому что она, что у нее были, ну, как она думала, вот ей очень нравится мужчина, она пыталась все для него сделать. Наоборот, мужчина должен делать для женщины. А что... Нет, такого не бывает. Наоборот, должны делать друг для друга. Понравилось? Симпатичная девушка. Энергичная. Действительно, от нее много такого положительного идет. Номер оригинальный. Тебе говорили, что ты нравишься. И он сказал, что у тебя такая энергетика. Оказывается, у меня все плохо с внешним видом. А вы бы вот в свою очередь что посоветовали ей? Вот чего вам не хватило мне для того, чтобы прямо раз глазом зацепился и не отстал? Я думаю, что ей действительно нужен опыт построения отношений. А где его взять? С чего-то надо начинать. Не бояться пригласить мужчину в свою жизнь. Не бояться общаться. Мне кажется, она закрывается. Если она вас пригласит в свою жизнь, пойдете? Надо подумать. Нет, подожди, подожди. А он-то тебе понравился? Ну, как тебе сказать? Ну, вот он улыбается приятно. Ну да, улыбается, улыбается. А что за этой улыбочкой, неизвестно. Да. Короче, Эстель, если хочешь прямо вот здесь и сейчас быстро прямо встретить мужчину, значит, слушай, что мы говорим. Арабские танцы учим. Это сразу тебе. Вот прям косяк пойдет, поверь мне. Ну, на программе-то видели. А вот если действительно хочешь по любви, замуж правильно, путь более долгий. И начинать, конечно, надо со смены имиджа и всего остального. Кстати, можно с нами пообщаться там на нашем сайте, подскажем и так далее. Всем целомудренных подавай, при этом надо, чтобы она была голая. Как так? И говорят, что у нас нет логики. И когда я начинала эту программу, я говорила, что выходить замуж без любви – это безнравственно. А потом я поняла, вы знаете, очень много знакомых пар, которые женились без особых страстей вот в этом возрасте и без особой любви. Живут до сих пор, и любовь вдруг откуда-то появляется, и уважение, и семья строится. Потому что если мечтать вот о той самой, о которой вы читаете, то боюсь, что не будет прогресса. А если у вас еще и Венера в Козероге, и у вас и у нее, кстати говоря, неподъемная, которую раскачать на чувства можно только годами притирки взаимной, то, конечно, без всякой любви нужно иногда попытаться вступить в отношения. Вот я и Стель призываю, хватит выжидать, хватит присматриваться к мужчинам. Нужно иногда и делать первые шаги навстречу, и не столько открываться, сколько принимать. И иногда соглашаться, да, принять чужие знаки внимания, даже если ты не испытываешь какой-то дикостратики мужчины. Даже ошибки эти переживания. Просто повстречаться. И человек, который не пытается активно вступить в отношения в 28 лет, обрекает себя не то, чтобы даже на одиночество, а просто и на отсутствие опыта. Я буду распущенной женщиной. Конечно, падшей. Кому это надо? Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Вадим. Встречайте вторую невесту. Удачи. Мужчина. В серьезное мгновение. Сейчас тебе скажут, что ей 30 лет. Ей не 30 лет. Убудешь после этого, говоришь, что она тебе женщина. 30 лет? Она выглядит, наверное, 40. Здрасте, Олечка. Кто вас сегодня поддерживает? Это мои подруги Катерина и Ольга. Очень приятно. Давай на вас посмотрим. Ольга, 37 лет. Парикмахер-стилист. Увлекается йогой, танцует, катается на велосипеде, любит готовить и создавать домашний уют. Предупреждает, что слишком чистоплотно. Мечтает родить дочь. Ольга рано вышла замуж. Не смогла смириться с изменами супруга и через 9 лет развелась. Ее второй избранник страдал от частых запоев, а третий не хотел детей. Надеется, что Вадим – настоящий мужчина. Да, свои годы прошли, Крым и Рим. Но если не сломались, значит, вы женщина сильная. Ну да. А как считаете, почему так тотально не везло? То алкоголик, то гуляка. Может, где-то спешила, где-то с выбором. В 19 лет вы шли замуж за вот практически ровесника Вадима. Да. А что так, по любви? Полюбилась с него. Чем похорила? Очень красиво ухаживала. Ну вот как красиво. Писал мне стихи, песни, встречал, водил за ручку все, возился со мной. Может, не хватало мне где-то отцовской любви. Он мне все это восполнял. А вот как вам кажется, почему от вас загулял? Молодой, прекрасный, вдвое старше вас. Ну, как появился ребенок, меньше внимания стало ему уделять, естественно. А родители не подсказывали, что вот в это самое время женщины теряют своих мужей, потому что они привыкли к вниманию, а вдруг тут переключаете с нами маленьких? Нет. Вадим разошелся со своей супругой, с которой прожил 4 месяца, тоже из-за того, что пошли обременения. Не уделяет внимания ни то, ни сё. А когда поняли, что у него появился на стороне кто-то? Или он особо не скрывал? Особо не скрывал. Что прям так, как говорил, мне нравится, собирай свои шмотки и уходи? Ужас, Оля, ну ужас. А сколько было, когда ушли? Сыну было 5 лет. Но он не пытался обещать, что исправится, удержать вас? Пытался, пытался, но уже настолько уже было всё. Вам было уже перегорело? Да, мне уже было безразлично. Это либо мужчина ненормальный, либо ей нравится просто раздолбай. Поэтому он ей, наверное, подходит больше всего. Со вторым мужчиной мы познакомились. Всё было замечательно. Первое время, первый год, вообще всё было прекрасно. Он себя очень позитивно всё ввёл в отношениях, всё было хорошо. К ребёнку как относился? Хорошо относился к ребёнку. У него тоже сын от первого брака. Мы хотели дочь, он хотел жениться. Но первый год как-то это скрывалось. Он был запойный или просто по чуть-чуть каждый день? Да, он был именно запойный. Ну, молодец, что не родила, молодец, что вовремя ушла, потому что сын бы наблюдал это. Конечно, конечно. И зачем? Имели право. А третий? Ну, третий, он был младше меня на 8 лет. Ну, такой служебный роман у нас случился. Познакомились на работе и так как-то стали общаться. Сначала дружили просто. Мы были друзьями где-то около года. И потом вот так начали у нас как-то складываться отношения. Там пришёл в гости, остался. Ну, так это же прекрасно. Восемь лет разница, значит, молодой парень, наконец-то бы вздохнули. А там какую он проверку не прошёл? Ну, мы пообщались, вот год практически. И я как бы стала сводить к чему-то, интересоваться, какие у него планы на будущее. Конечно, будут уходить, да. Ну, человек сказал, что планы есть, но я не вхожу в эти планы. Это либо это женская доля, три несчастливого брака, либо... Либо проблему в ней. Олечка, как вы считаете, в чем ваша проблема? Потому что для меня она очевидна. Ну, я считаю, что я не тех мужчин выбирала. Нет, просто, знаете, нужно о себе заявлять, что вы существуете, что есть граница, которую вы не дадите перейти, что вы можете терпеть до определённого момента, а дальше нет. Кать, Оль, как вам кажется, почему проблемы ваши подружки? Она очень мягкая. Она очень добрая и очень мягкая. Конечно, потому что садятся, она сама сажает себя на шею, потом долго везёт, долго-долго. Ну, я бы сказала так, эта удобная позиция говорит, что это просто я очень добрая была. Я думаю, что есть ещё пара черт вашего характера, которые тоже не сыграли. Вы человек достаточно вспыльчивый, вы умеете драматизировать, вы умеете накалять обстановку эмоциональной в семье. Я не хочу сказать, что мужчина мог и запить от нервного напряжения, но давайте скажем честно, отношения повыяснять вы умеете и любите. Ну, или умели и любили. Я надеюсь, что всё-таки это как-то корректируется с возрастом. Просто в следующих отношениях нужно сразу входить вот с тем самым позитивом, про который сейчас подростки очень любят говорить, и пытаться без эмоций находить сразу общий язык. Со всеми расходятся. Ну, ребёнок есть, женщина уже должна думать, когда есть ребёнок, уже должна думать. Вот, Ольга, скажите, взрослая женщина уже, мы тут продекларировали про остров. Вы как сами считаете, может быть, стоит вот воспользоваться рекомендацией Ларисы, что перестать грезить об острове, а спокойно себе зарабатывать, раскручивать? Да, я тоже так думаю. Вот это делаю, что никуда вы не поедете. А как вам кажется, вот среди ваших знакомых, подруг, кто-нибудь бы клюнул вот на такой призыв, Вадима, что в будущем будет? Через 4 года. И это 5-е и 10-е? Ну, я думаю, да. Вот для вас лучше стениться в руках или всё-таки какая-то идея? То есть вы считаете, что можно, да, через 4 года остров купить? 2-3 вообще, Вадим говорил, да? 3-4. 3-4. Ну, вообще, у человека должны быть мечты, если он мечтает. Точно, зажигающие мечты. Скажите, пожалуйста, а вы на треть острова накопили к текущему моменту? На треть острова? Ещё не время. Нет, смотрите, вы сказали, что вы 2 года назад сидели на пособии по безработице, 2 года у вас есть хорошая работа, полтора года у вас есть хорошая работа. Это значит, что за эти полтора года вы должны были уже на свою мечту хотя бы треть накопить. Иначе план 3 года нереалистичный просто. Готовы ждать? Потому что есть девчонки, которые вот как раз за мечтой, за идеей пойдут и будут верой и правдой служить. Жизнь пройдёт мимо, и только в старости они скажут, боже мой, где тут остров? Нет, чтобы ты проходила мимо, я не согласна. Нет уже времени ждать. Да, нет уже времени ждать. И у меня нет времени ждать, пока вы покажете судьбу. Вадим, я хочу пригласить тебя на романтическую поездку на катере по Москве-реке. Спасибо. Какая прелесть, здорово. Спасибо. Давай. Ой, мы только с мужем говорили о том, что здорово было бы покататься на катере. Мне очень приятно, спасибо. Пожалуйста. Девчонки, у вас такая клевая подружка, гордитесь ей. Проходи, давай. Ой, жизнь симпатична. Вячеслав, у меня к вам вопрос. А вы женаты? Да. Чем вы занимаетесь? У меня девелоперский бизнес. У вас есть дети? Да. Почему вы с пантологи Вадима сбиваете? Почему вы не скажете ему, Вадим, послушай, вот я женат, живу не на острове, у меня всё хорошо. Ну брось ты, ты уже взрослый мужик. Совершенно вы не правы. Почему вы, имея семью, глядя на жизнь абсолютно реальными глазами, зачем вы его подначиваете? Вы окружение, которое ему должны открывать глаза каждый день, говорит, Вадим, пусть это останется твоей мечтой. Но не пойдёт сегодня за тобой ни одна здоровая, здравомыслящая женщина, взрослая, не пойдёт за твои идеи, потому что ей нужно здесь и сейчас. Три миллиона – это не фантастика. Три миллиона чего? Три миллиона долларов заработать – это не фантастика. Долларов? Долларов – это не фантастика. Просто за решением. Главное, чтобы у человека был потенциал. Разве четыре года заработать можно, если поставить такую цель. А вы вот сидите, разведёнка, сколько вам лет? Тридцать? Тридцать. Ребёнок есть тридцать один? Нет. Вы бы пошли замуж, если бы мужчина вас картирует? Конечно. Конечно. Пусть он, допустим, он не купит остров, но ничего, у человека всегда должна быть мечта. И чем больше мечта, тем лучше. Вот он встретил прелестную женщину, прелестная совершенно Оля сидит с делом, с руками. Уже с ребёнком. Да. А может быть, у неё тоже есть своя мечта? У меня есть своя мечта – открыть салон. Красоты. Вадим, скажите, пожалуйста, в месяц у нас получается по бизнесу сто тысяч? Ну, конечно, получается. То есть всё по-по… Долларов. Долларов. Здесь такая ситуация. В бизнесе вкладываешь деньги в радость. Не-не-не, вы мне просто скажите, получается, не получается? Получается, конечно. Получается, всё, а что? А у нас это… Долларов? Да не, не долларов. А Ольга говорит, что сто тысяч получает – нормально. Вот и всё, будет вот этот база сто тысяч, и пусть у него мечта будет. Родина, тебе понравилась, невеста? Пусть человек живёт мечтой. Понравилась? Не, ну мечтать тоже пускай мечтает. Мечтать не вредно. Не вредно, да. Единственное, что меня как-то немножко смутило, но, скорее всего, я понимаю, что это вот правильно так надо говорить. Те же эго мужчины. Вы говорите, ну хорошо, остров, ну и остров, поедем на остров и так далее. Конечно, она немножко другая, это она вам здесь подыгрывала. Может, даже не остров купить, если купить там дом на острове. Много дешевле, чем в Москве. Ухоженная, прекрасно выглядит, со своим собственным делом. Есть ребёнок, терпеливая, судя по всему, добрая, ну русская женщина. Хочется для неё такого же земного, простого мужчину. Это действительно очень русский, может быть, даже очень советский тип женщины, которая, в общем, мужчину принимает таким, какой он есть, позволяет себе не столько перевоспитывать его, сколько психовать в те моменты, когда он её изводит. Как все мы такие. Когда приходит муж домой пьяный очередной раз, она вместо того, чтобы поставить ему жёсткие условия, нервничает, но в результате всё ходит по кругу. Я считаю, что ей пора из этого круга выходить. И, к сожалению, она из этого круга с вами не сможет выйти. А вам нужно рассматривать женщину с ребёнком. Вот давайте будем откровенны. Вам 43 года, детей у вас до сих пор не было. Женщина без детей, выходя за вас замуж в приличном возрасте, она тоже рискует. Вы можете оказаться котом в мешке, и, может быть, детей от вас не будет. Вам имеет смысл рассматривать женщину уже с ребёнком, подстраховаться. Впереди у нас третья невеста, и, возможно, выбор своей судьбы не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Вадиму встретиться с третьей невестой. Проходите. Сразу видно, что он... И глаза прищурят, такой, как, знаешь, как аллигатор. Всё, он уже ей не заинтересован. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Кто вас поддержать пришёл? Это моя племянница Надежда и друг Михаил. Очень приятно. Ну, давай так, посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, 31 год. Дизайнер одежды в своём ателье. Очень любит свою работу и принимает участие в выставках в качестве модельера. Любит путешествовать и рисовать натюрморты. Мечтает съездить в Париж. Татьяна была повенчана со своим другом детства, но семейная жизнь не задалась, и вторая попытка выйти замуж не увенчалась успехом. Надеется, что с Вадимом ей повезёт. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот у вас, интересно, вторая история, когда вы влюбились в мужчину с ребёнком. Да, вторая история вообще, как бы, ну, я долго от неё отходила, но сейчас уже всё хорошо, мы познакомились в социальных сетях, и, собственно, как бы, общение такое было, ну, без эмоций, без эмоций. Она на выставках, без эмоций, она даже не улыбается, сидит. Он вам рассказал о своём семейном положении? Да, он в первое же свидание, как бы, рассказал о том, что у него есть ребёнок, но с женой они не живут, они в разводе. А по какой причине? Ну... Что она родила ребёнка, загуляла, да, и просто она ушла на панель. Ну, практически, да. Поэтому ребёнка он воспитывает сам? Воспитывает сам. Сам воспитывает, и его мама помогает. Меня, с одной стороны, как бы, это затронуло, потому что, ну, я тоже, опять же, не готова была к отношениям с детьми. Но по-женски сердце, конечно, у вас отреагировало. Ну, да, я окнула, конечно. И, как бы, вот через полтора года я предложила ему, ну, как бы, не предложила, а просто спросила, не пора ли узаконить отношения, потому что, как бы... А вместе жили или встречались? Встречались. А ребёнок как к вам относился? Ну, в принципе, с ребёнком сложились достаточно хорошие отношения. Ребёнок с вами жил? Да, ребёнок жил с нами. И вот, когда вы через полтора года сказали, не пора ли, там, узаконить, он, как в известной песне, вам сказали, да, что никогда на тебя не женюсь? Да, я никогда на тебя не женюсь. Причём без объяснения причины. Я тогда очень сильно обиделась, расстроилась, но пережила это. Как та женщина появилась всё-таки в вашей жизни? Ну, молодой человек её, как бы, стал искать уже спустя пять лет наших отношений. Вот, и... Как он это вам объяснил? И почему вы решили, что он её стал искать через пять лет? Может быть, они общались всё это время? Нет, они не общались, потому что у нас достаточно были, ну, открытые отношения, мы никогда не скрывали друг от друга ничего. Ну, хорошо, он стал её искать, а что за причина? Чтобы отдать ребёнка? Нет, не отдать ребёнка, он считал, что ребёнку нужна мать. Через пять лет вдруг? Через пять лет, да. Это когда было сколько детей уже? Лет 12? 11. 11, да? Вдруг он вспомнил, что ребёнку нужна мать. Да. Он её нашёл? Он её нашёл, и, как бы, это было в тот момент, когда я на него обиделась, и мы не общались, потому что, ну, мне было неприятно просто сам факт вот этого. То есть первый раз, когда он отказался на жениться, на вас вы всё равно продолжали отношения, я правильно понимаю. Да, да, да. Второй раз вы на него обиделись, когда он нашёл мать своего ребёнка. А что же вы всё время оставались в этих отношениях странных каких? А как разорвать по-живому? А если любишь Роза? Значит, были много хорошего, и она любила. Вот он нашёл эту женщину, она приехала, вы её видели? Нет, я её не видела, и у меня не было желания с ней познакомиться. Потому что вы уже собрали вещи и ушли? Ну, практически, да. И эта женщина прямо вот он её нашёл, и она откликнулась из панели, переехала к нему в панельную квартиру. Нет, она не переехала к нему в панельную квартиру, она оказалась на тот момент, что она беременна от другого мужчины, и уехала к себе на родину. И была поставлена жирная точка. Давайте уже ближе к Вадиму. Вы слышали эту историю про остров, про эти мечты. Как вам кажется, разумно в 43 года вдруг? Ну, знаете, я как бы на то, что Вадим хочет приобрести остров, не особо стала зацикливаться, потому что, ну, как бы мечты у нас у всех есть, да? И тут уже зависит от него, от самого, захочет он реально приобрести этот остров или нет. Знаете, для меня на что это похоже? Когда мужчина говорит женщине, ты слишком хороша для меня, ты слишком, правда, ну, правда, я не могу, я тебя не достоин. Вот так этот остров, понимаешь, парить мозги женщинам и говорить, вот через 4 года у меня будет. Хотите суточный щит, приходите завтра. Слава Богу, будете плести юбочки из пальмовых веток на этом острове для своих учеников. Супер, покажите сюрприз. Боже, боже. Что это? Это Эйфелева башня. Вадим, это Эйфелева башня, я ни разу не бывала в Франции. Это, скажем так, моя мечта из твоей реальности. Это фантастика, вот для меня так адресно еще не звучал ни один сюрприз. Правда, очень крутая идея. Вот это креативное называется. Когда я не знаю, к ней шахты. И остров, смотрите, зеленый, и бигуди. И как это в вашу головку пришло, просто преклоняйтесь. А мы не верили, что... Проходите в свою комнату, спасибо вам. Умница. Да, фантазия у нее определенно есть. Это, мне кажется, хороший плюс. А какая красотка. Да, и симпатичная. Есть недоверие ко мне, это учиталось. Его какие-то вот розовые мечты с доходом 100 тысяч рублей, ну, это даже пугает. Василиса. У нее в гороскопе точная позиция Солнца и Луны. Это точный момент полнолуния. Такие люди живут вечно раздираемы просто внутренним противоречием, разумом и желаниями. Если она будет идти за тем, чего ей действительно хочется, против своего разума, она ничего не обретет во внешнем мире, скажем так. Ни надежной работы, ни семьи, ни детей. Это если идти за желание. Если она будет идти только за разумом, не будет чувствовать удовлетворение, не будет чувствовать, что ситуация ее. И, конечно, совместить вот эти две вещи ей очень сложно. Я советую выбирать разум. Иногда можно пережить вот это ощущение, что ты не все получил, чего хотел, но все-таки пойти разумным путем. Я считаю, что и для вас разумным путем было бы выбрать такую женщину, как Татьяна. Что скажете? Ну, у меня такое мнение сложилось. У Татьяны, у нее, конечно, очень богатая фантазия. И Стель очень, очень милая. Ну, вот мне кажется, я просто знаю своего брата, вот ему больше всего Ольга подходит. Спасибо. Что вы скажете? Я другого мнения. Я бы считал, что ему больше подошла бы, как ни странно, Татьяна. Может, потому что в нем есть много общего. Она вполне в детородном возрасте, 31 год, это нормально. И такая женщина ему бы подошла. А тебе самой-то как жених? Ну, как бы вопросы остались. Я думаю, что есть смысл еще пообщаться. Ты выйдешь, да, за ним? Я думаю, что да, я выйду. Единственное, кого не смутил мой вопрос по поводу ваших идей, это Ольга, вторая. По возрасту она к вам подходит больше, потому что, ну что, Стель 28 лет, Татьяне 31. Ну, молодые они, молодые, правда. Поэтому я за Ольгу. И тем более, вы говорите, вас дети никак не смущают. Василиса вам советует женщину с ребенком. Скажи, он тебе понравился? Да, интересный, молодой человек. А ты бы вышла? Да. Я за Татьяну. В начале программы я говорила о том, что семью, успешную семью, надо все-таки рассматривать как хороший расчет в самом начале. Более рассудительно мне показалась Татьяна. И у вас очень много точек соприкосновения. Потом, ну, детей хотите, а почему бы нет? Рожайте. Она сможет. Ну, с Ольгой я бы, ну, уже есть дети и как-то возраст уже это. Я за молодость. Василиса? У Татьяны есть нужная доля эмоциональной брони, можно сказать так. И вы тоже с этой броней живете. Вы не так чувствительны, каким хотите казаться. Вы себя считаете романтиком, но вы на самом деле человек совершенно не романтичный, не мягкий. И женщина вам нужна такая же подстать, потому что иначе вы будете ее ранить где-то своей бесчувственностью, где-то жесткостью. Поэтому я считаю, что нужна достаточно выдержанная, не такая уж чувствительная. Вот именно Татьяна обладает этими качествами. Я за нее. Вы второй раз у нас на программе, вы уже мужчина опытный, поэтому к своей девушке проходите, мы вас поддержим. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Сергей, 35 лет, номер 2749. Совладелец компании по продаже электротехники. Один воспитывает дочь. Любит ездить на рыбалку и смотреть футбол. Ищет хозяйственную мудрую девушку, которая подружится с его ребенком. Анастасия, 24 года, номер 2773. Ведущий специалист в банке. С детства рисует портреты и танцует сальсу. Гордится тем, что не умеет врать. Мечтает найти свое призвание в творчестве. Признается, что не может прожить дня без чашки чая. Познакомится с высоким брюнетом спортивного телосложения, с аристократичными чертами лица. Мы не знаем, выйдет Вадим один или с избранницей. Я приглашаю всех. Выходите, давайте его подержим. Я очень рада. Спасибо большое. У нас есть пара Вадим и Ольга. И мы поздравляем вас вместе с певицей Эльвирой Т. Нормально ориентированный мужчина должен быть подкаблучником, и должен это осознавать. Ну и тоже истерику у нее строить. Я потом не смог просто свои эмоции скрыть, когда у меня мама все это видела. Просто я думаю, зачем вам молодая? Знаете, сколько женщин страждущих? Как он чреслами-то к ней прижался всеми. Ну а как надо прижиматься? Я не знаю, как надо быть еще. Боже мой, это неприлично. Ну это нормально. Тяжело. С первым претендентом было лучше. Что-то все наши женихи сегодня такие прижимистые, да? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!